Ассаляму алейкум, ва рахматуллах и абракату, уважаемые радиослушатели и уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Мы с доброй надеждой». Программа, которая будет в наши сердца, которая оживляет наши души, которая заставляет нас взглянуть на нашу с вами жизнь чуть-чуть по-иному. Микрофон Алиила Хусяинова. Сегодня эту программу, как всегда, проведу я. И сегодня у нас, опять же, как всегда, много гостей. И поговорим мы с ними и о деятельности благотворительного фонда «Энсан», в соавторстве, с которым выходит эта программа, и объявим новый сбор. И поговорим о тех удивительных проектах, которые осуществляет благотворительный фонд «Энсан». Итак, сегодня у нас в гостях, как всегда, представитель благотворительного фонда «Энсан» Асият Борисова, который, напоминаю, возглавляет один из самых горячих, не побоюсь того слова, отделов, а именно отдел медицины. Ассаляму алейкум, ва рахматуллах и абракату, Асият. Сегодня в студии у нас находится еще один и гость, и участник, и эксперт, и соведущий. Пожалуйста, как вам будет удобно, уважаемые радиослушатели и телезрители. Тем более для телезрителей человек просто знакомый, очень хорошо знакомый, можно сказать, постоянный член многих семей, семей, которые смотрят наш замечательный канал «ННТ», «Наша национальная телевидение». Сегодня у нас в гостях ведущий этого канала, автор, редактор, журналист Гусейн Гусейнов. Ассаляму алейкум, ва рахматуллах и абракату, Гусейн. Алейкум ассаляму алейкум, ва рахматуллах и абракату. Гусейн, мы знаем, что ты также с благотворительным фондом «Энсан» делал совместный проект. Вот мне сказали об этом до эфира. Ну, вот что это из себя представляет? Как это проект? Это канала и благотворительного фонда, или это твой авторский какой-то проект, твоей программы, передачи? Ну, чтобы совместный проект, но вот представитель фонда лучше знает, у них работает с недаваемых пор программа «Ветхое жилье», и они как бы смотрят на людей, и дети-сироты, одинокие дети, где мать, там с детьми. У них нет возможности на нормальное жилье, они живут в каких-то ветких условиях, и для них они вот разработали вот эту программу, и с помощью каких-то спонсоров, и людей, которые жертвуют свои средства, они как-то облагоустраивают жилье или же строят новый дом. И вот буквально недавно они закончили строительство буквально целого дома для женщины с четырьмя детьми. И, ну, сказали, попросили нас осветить это дело. И мы, конечно, с радостью согласились, и я поехал, мы с оператором поехали на место. Поехали на место. Ну, я думал, новый дом, да. Я первый раз такое вообще слышал, что новый дом для кого-то построили. И действительно новый дом. Вот они жили в вагончике, если знаете, такой полностью закрытый вагончик, она пыталась его как-то там пристройку сделать, но там все своими силами, просто одна женщина с четырьмя детьми работает как-то, копает огороды кому-то, каким-то состоятельным людям, как-то пытается выживать. Ежевика, которая растет просто так на улице, она ее собирала, ездила. Она в дачном поселке живет. Под Махачкалу, да? Да, да, да. Несколько километров вот собирала ежевику, ездила в Махачкалу, продавала. Как-то вот так своими силами. И это был ее единственный доход? Нет, ну, вот еще и огороды копала, вот, и как, ну, от сорняков там избавляла. Вот так как-то она пыталась зарабатывать и себе на хлеб, и своим детям, и на учебу, и так далее. И сама, вот как поделился сам директор благотворительного фонда «Инсан», она не ходила, она один раз пришла в благотворительный фонд, сказала, что у нее вот такая вот ситуация, и все, больше она в фонде не появлялась. Она вообще, ну, вот, сказала, что вот у меня такая проблема, и все. И дальше она пыталась своими силами, сама пыталась фундамент построить. Этот фундамент там до сих пор стоит, он там недостроенный. И вот именно потому, что вот эта женщина как-то своими силами пыталась все сделать, а просто не жила надеждой, что кто-то, вот, помогите мне, да, я не хочу ничего делать, просто дайте мне нормальную службу. Сама пыталась, и вот ей, как бы, Аллах с помощью благотворительного фонда «Инсан» и добрых людей, они помогли вот так построили ей настоящий дом. И действительно, я, увидев это, мы программу сделали, репортаж про нее сделали, спокойно в Ютубе, кто хочет посмотреть. Мы пытались эти эмоции передать, пытались все это показать, готовый дом для детей-сирот от фонда «Инсан». Если вот так вбить в поиски, можете посмотреть спокойно 10-минутный репортаж, просто посмотреть, где она жила, в каких она условиях жила с этими детьми, там просто пол обваливается, там крыша, представьте, жара еще какая летом, там одно окно не открывающееся с решеткой, и в этих условиях она жила сколько-то, несколько лет. Гусей, знаешь, у меня такой вопрос возникает, но она же в конце концов не в пустыне жила, а рядом есть какие-то соседи, неужели никто не озадачивался, что женщина с четырьмя детьми живет просто за гранью нищеты, да, получается? Ну, рядом там, в этом дачном поселке, не сказать, что рядом живут олигархи, там тоже такие вот, ну, не самые богатые люди живут, конечно, ей как-то помогали там по мере своих сил, но там тоже и бабушки, тоже люди, которые ходили там, бабушки, ну, все вот живут в таких вот условиях, не самых, скажем так, приятных, не самых богатых, ну, как-то пытался кто-то ей помочь, но, к сожалению, вот, по большей степени она своими силами. Опять же, благотворительный фонд Инсана ей как-то продуктами помогал, и какие-то средства ей доволен на проживание, ну, вот, за четыре месяца они дом построили, и просто, если ты это увидишь, то любой скептик, относящийся как-то, я не знаю, с недоверием, благотворительный фонд Инсана, вообще благотворительности, не верящий в добро в этом мире, он это увидит, он просто обо всем забудет, он кардинально поменяет свое мнение, потому что, действительно, домик получился очень хороший, дети счастливы, просто эти лица надо было видеть, и все становится понятно, что добро в этом мире действительно есть. А примерно какой возраст детей? Самому старшему, который уже пытается как-то работать, где-то он с ними, кажется, почти уже не живет, ему сколько там было, 16-17, что ли, лет, а так всем остальным не больше 12, кажется. Маленькие дети, она им как-то в школу их пытается собирать, фонд, наверное, помогает, опять же. Но вот я действительно был очень рад за этих людей, мне было радостно видеть, что такое в нашем мире сегодня возможно. И хотелось быть причастным к этому, но вот опоздал. Ну, хотя бы вот сделали репорт. Нет, ну, случилось все впереди. Да, да, я тоже думаю, что здесь никакого опоздания, все случается в полном времени. Так как их очень много у нас, случилось все впереди. Вот я только хотела спросить, Ась, а по какому принципу? Ну, вот понятно, здесь Гусейна сказал, просто ситуация уже за гранью была, я понимаю. Но, к сожалению, вот из нашего с тобой тоже опыта программ, что это не единственная, наверное, семья, даже не то, что в Дагестане, а в той же Махачкале, которая в таких условиях живет. А вообще вот какой критерий, кому вы такие дома будете помогать возводить? То есть когда вот совсем уже все просто плохо, просто вот уже ты думаешь, я вот человек или не человек, когда я вижу, что люди в таких условиях живут? В эту программу вообще входит то, что мы помогаем, вот, допустим, вот женщина, именно одиночка, если у женщины, допустим, есть кормилец, мы стараемся такие семьи не брать, так как это кормилец, он должен как-то обеспечивать их. Мы вообще в эту программу входят, мы зимой даже были такие случаи, то, что вот женщина, у нее течет потолок, там крыша разваливается, мы чинили крышу. По мере нашей возможности была женщина еще вот у нас на Ермошкино, она правда умерла, но у нее двое круглых сирот осталось, она этих детей тоже усыновила. Мы ей тоже полностью сделали баню, у нее не было бани, эти дети купались вообще в тазике, в таких ужасных условиях. Как мы их выбираем? Мы их выбираем из всех вообще, мы всем помочь не можем, к сожалению, их очень много. Если мы начнем делать списки, там списки будут зашкаливать. Просто невозможно помочь всем. Мы стараемся помогать именно таким людям, которые на самом деле, они уже на грани бывают, им некуда обратиться, нет родственников, которые смогут все это сделать. И по мере нашей возможности эта программа будет существовать, и я думаю, что мы постараемся то, что от нас зависит, делать и другим. На самом деле, уважаемые радиослушатели и телезрители, действительно, разговор, казалось бы, может быть, при отсутствии трагизма в наших голосах достаточно серьезный. Потому что людей, нуждающихся в помощи, общество, ну как бы это пафосно ни звучало, их достаточно много. А общество – это мы с вами. И знаете, здесь даже нельзя, вот я сейчас подумала отделить одно от другого, что есть, например, люди нуждающиеся, бедные, больные, а есть богатые, здоровые. Нет, все переплетено. Поэтому сегодня человек богат и здоров, завтра неизвестно, что с ним будет. Поэтому хотя бы, я не знаю, у нас сегодня, к сожалению, не присутствует Алим на нашей программе, поэтому, может быть, я думаю, что я не скажу как бы такую чудовищную вещь, что хотя бы обезопасьте себя тем, что вы будете давать садака, что вы будете, я не говорю про закет, это дело обязательное, кому надо платить, а садака, да, дело добровольное, садака. Поэтому хотя бы обезопасьте, как-то подстрахуйте себя этим, хотя бы из этих соображений, а потом уже, глядишь, вам просто понравится помогать тем, кто рядом. И сегодня как раз мы расскажем вам о такой истории. Сегодня у нас очередной гость, она очень смущается, ничего не бойтесь, видите, у нас очень сегодня доброжелательная атмосфера, благодаря коллегам. Мы сами все волнуемся, да. Да, из телеканала ННТ, они тоже очень боятся камер, которые здесь присутствуют, это только вот ведущие ватаны, их не боятся, а так. Вы знаете, вот перед эфиром наша сегодняшняя гость дала мне такую замечательную машала фотографию. Вот здесь такой мальчишка, он такой здесь немножко серьезный, не улыбающийся, очень похож на маму, я только что обратила внимание, хотя, может, на папу тоже, но, как правило, у нас мама приходит, и сравнить могу только с мамой. Ну, он здесь просто вот о чем-то, по-моему, таком глобальном задумался. Вот, зовут этого мальчишку, Осман Машала, ему 5 лет. И вот, если бы мне дали эту фотографию, не сказали историю, я бы подумала, Машала замечательная мальчишка, наверняка ходит в садик, куча друзей, и периодически выносит мозг родителям, периодически это такое огромное счастье, которое родители зацеловывают. На самом деле, все так и не так. Дело в том, что у Османа диагноз детский церебральный паралич с задержкой психоречевого развития. Диагноз, с которым к нам приходит, ну, даже уже, наверное, не каждый второй, а каждый первый ребёнок. Диагноз, который полностью вылечить его, вот мотает головой мама, невозможно. Но если постоянно проводить лечение и заниматься с таким ребёнком, то можно увидеть значительные улучшения в состоянии этих детей. Вот об этом мы сейчас поговорим с ещё одной гостью нашего эфира. Это Фатима Магомедова. Салам алейкум, архматуллах, я бракату, Фатима. Можно поближе к микрофону. Итак, Фатим, всё правильно я до сих пор сказала, да? Да. Осман, диагноз ДЦП. А когда был поставлен диагноз? Они у меня из двойняшек, мальчики. Когда развивались, росли, он у меня был после родов тяжёлый очень месяц на искусственном дыхании аппарате. Это сказалось, конечно. Я вот стала замечать, что он делал после того мальчика всё через два месяца. Когда тот начал сидеть, он через два месяца сидеть. Когда тот начал ходить, он начал не ходить, лежать. Смотрю, что-то он держится, встаёт, падает. Стала замечать, голову плохо держит. Начала по врачам. И наш невропатолог мне сказал, если хочешь, ты же без этой инвалидной коляски тяжёлой формы. Надо колоть уколы. Постоянно тонизировать мозг. Вот за месяц 200 уколов он мне получал за раз. 200 уколов за месяц? Да. Мы получали за курс. Он получал по 200. Когда курс был 150, вот по 5 уколов в день. По 5 уколов. Да, только хотела я правильно. По 5 уколов в день мы получали. Но я избежала инвалидную коляску. У него атоническая форма. Сначала совсем плохо ходил, падал. Сейчас он шатается, ходит. Падает, конечно. У него шаткость всего тела. Как-то. Ну, не в инвалидной коляске, слава Аллаху. Но заговорить он так и не заговорил. Кушает сам, Фатим? Да, сейчас уже сам кушает. Ну вот, часто не попадают. У него тремор. Свои хаотические движения от него независящие, видимо, и бывают. А так, вот. Не разговаривай, вообще ничего не говорит. Мы в Питер ездили, вот своими силами собирали, нам помогали. После поляризации мозга стал слово-два соединять. Раньше всё показывал. Поляризация звучит не страшно. А как выглядит? Что это такое? Это микротоки маленькой частоты в течение часа через голову проводятся. И вот, он стал слово-два соединять. Раньше всё пальцем показывал. Но связной речи нет вообще. Вот уже скоро, через год в школу, я думаю, он не сможет пойти. Нам реабилитация нужна ребёнку, сказали, чтобы занимались реабилитологи, врачи. Фатим, вы сказали, два брата-двойняшки, да? Другого, вот я долго записывала имя, первый раз, Машал, я такое имя услышала. Ну, Цалхан, правильно? Я записала, даже выговариваю легко. В честь кого так назвали второго брата? В честь дедушки. А, дедушка. Ваш папа или мужа? Мужа папа. А Османа это не в честь? Это в честь моего дедушки. А, в честь двух дедушек, да? А дедушки застали внуков? Живы-здоровы дедушки? В честь кого Османа застали? Нет, дедушка умер. Золотой был дедушка у меня. Машалла. А Ну, Цалхан, дедушка, жив? Он живой. Да, Аллаху ему здоровья, живой. Знаете, Фатим, к чему ещё спрашиваю? Всё-таки поддержка есть, да, какая-то? Муж, ваши родители? Да, муж мне очень помогает, родители помогают. Ну, и я работаю, и муж работаю. Очень тяжело было в Питер поехать. Мы Ну, Цалхана тоже прооперировали. Слух сел у ребёнка резко у меня. Мы его прооперировали, слышать перестал. Там его тоже прооперировали. На этого мальчика. Поэтому мне сказали про фонд Инсан. Я от многих слышала. Я как-то не решалась. Я думала, это всё только на словах. И вот нас стояли. Пойди спроси, есть на самом деле. Отправляют на реабилитацию детей. Вот рискнула сама. Просто думаю, пойду спрошу. Если помогут, спасибо, конечно. У вас двое детей, да? Четверо. Так, кто ещё, Фатим? Две старшие девочки. Много старше мальчишек. Да. Одной девочке 12 лет, другой 11. А, ну нет, не намного. Школьницы, да? Помогают с братьями? Очень помогают. Я счастлива, что у меня первые две дочки Аллах дал. Оказывается, на самом деле нужно сначала девочке. Как они помогали мне. Они паушницы. Да. Я хотела спросить, Фатим, вот то, что у вас, вот сказали, у второго мальчика тоже какая-то проблема со слухом. Это тоже как-то вот, может быть, какие-то генетические, да, у детей проблемы? Нет, у нас по генетическим никогда ни у кого. Я просто резко сказала замечать о нем, что телевизор громко делает, разговаривает, кричит. А потом стала замечать, он по губам читает, на губы смотрит. Вот если на губы смотрит, отвечает. Если я отвернусь, он молчит. Потом я уже подозвала маму, говорю, ты плохо слышишь? Он говорит мне, мам, крикни громко в это ушко. И стала уже замечать, что проблема со слухом. Ходила к трем лорам. Лоры разные диагнозы. И один врач мне сказал, ребенка нужно срочно показать хорошим специалистом, иначе потеряй слух. И вот когда мы османа везли на очередную поляризацию, мы забрали на Цалхана, и там в Питере сказали, надо ребенка оперировать. А сказали вообще, почему такое произошло со слухом? Да. У него между барабанной перепонкой и аденоидами, которые разрослись, жидкость была, она с такой силой давила на барабанную, что она перестала движение совершать, и слуха не было. Ну, то есть какая-то вот такая внешняя причина, а не там какая-то генетика двух братьев. Да. А, Фатим, итак, вы уже лечение проводите, вы сказали, вы водили. С двух месяцев я улечу. Угу. В Питер еще куда-то обращались? В Питер ездила, а так вот в Питере было. Угу. Сказали вот, вот эту поляризацию, у меня надежда была на нее большая, но и то толк есть. Угу. Ась, вот сколько мы рассказывали о детях с ДЦП, ну, первый раз я слышу о таком лечении, как поляризация мозга. Вот сам Атис я уже знаю, ты второй раз слышу о своей практике, да? Да, я второй раз слышу, но у нее была у нас тоже мамаша, она тоже так же ездила в Питер, то же самое на эти процедуры. Мы сегодня собираем, объявляем сбор денег для Османа, чтобы отправить его в этот раз не в Санкт-Петербург, а в Астрахань. В известный РИА-центр, в который мы очень много детей отправляем, который сотрудничает с благотворительным фондом Инсан. Ты в одной из передач рассказывала, что они планируют открыть какой-то филиал в Махачкале, есть какие-то подвижки в этом плане? Даже не филиал, это выдвижная машина, кажется, называется она. Они выезжают в города, специальная машина с оборудованием, но пока еще это в проекте, пока еще не приедут, так как они эту машину заказали, и пока, видимо, у них в наличии этой машины нет. Она еще до них не доехала. А я вот, Гусин, может быть, сделать репортаж о том, что Махачкала нуждается в таком отделении реабилитации детей с ДЦП, чтобы немножечко эту ситуацию чуть-чуть протолкнуть вперед. Да, наверное, в этом есть смысл, но вообще Махачкала у нас очень много нуждается, и, естественно, если делать репортажи, это не до смерти, наверное, хватит. А может, в дальнейшем они откроют здесь филиал свой, так как именно в этом центре очень много продвижений, вот на самом деле очень много, вот к нам люди проходят со стороны, даже состоятельные люди, у которых проблема с детьми, именно вот ДЦП, и они спрашивают про этот центр. Мы даем их координаты, они выезжают, и многие, честно говоря, бывают, что звонят и благодарят, то, что появляется речь, дети начинают по слогам читать. Видимо, там и специалисты тоже такие, это более грамотные, как они занимаются с этими детьми, у них столько терпения бывает. Я надеюсь, что у нас тоже такой центр откроется. Я хотел бы спросить, ну, я первый раз тоже на передаче, я ранее истории тоже с ДЦП детей особо тоже не слышал, ну, слышал, имеется, но вот, как бы, чем это заканчивалось. Вообще, насколько вероятна, насколько вероятность того, что человек, ребенок полностью излечится? Такой вероятности нет. Просто вот, когда мы говорим, что нужно сбор объявить, вылечить ребенка, вообще, у людей, насколько вера есть вообще в том, чтобы они сказали, вот, да, я готов помочь, что действительно есть шанс такой вылечить ребенка, насколько, каков процент того, что ребенок излечится, чтобы действительно, действительно люди, у людей было желание помочь и дать новую жизнь? Смотрите, вот, допустим, ДЦП, ее полностью вылечить невозможно, это говорят все врачи, но чтобы ребенок не превратился в овощ, который будет парализованно лежать всю жизнь, если родители будут тщательно заниматься реабилитациями, там, лечением этого ребенка, постоянно лечить, этот ребенок сможет сам себя обслуживать. Очень много есть детей, которые даже создают семьи, именно вот в ДЦП, создают семьи, как-то женятся, а если их вот так оставят, они превращаются в овощ. То есть женятся и начинают нормальную жизнь, такое тоже есть. У нас даже есть один ребенок, вот я была, честно сказать, ужасе, в прошлом году, это для меня, это меня так, настолько меня поразило, то женщина пришла к нам, обратилась в фонд, ребенку ее 15 лет, и за 15 лет эта мать ни разу не провела ни одну реабилитацию для своего ребенка. Она единственная ходила, выписки брала, видимо, для того, чтобы сделать инвалидность один раз, ребенку закрыли до 18 лет сделали, и она ни разу не реабилитировала своего ребенка, и ребенок на самом деле он овощ, он на самом деле овощ, и меня это на самом деле очень поразило, то, что вот мать отнеслась к своему ребенку так, а вот некоторые родители, они вот стараются после одной реабилитации, они уже подбирают другую реабилитацию, и эффект бывает, родители сами видят, вот некоторые дети, они начинают разговаривать, ходить, продвижение бывает на глазах, а если их оставлять, это ребенок просто он превратится в... Гусенин спросил у Аси Борисовой, что с этими детьми происходит. Речь не идет, да, о исцелении полном, но о качестве жизни очень серьезно встает вопрос. Если такими детьми заниматься, то жизнь их очень сильно меняется, но для этого надо ежедневно заниматься. Если в начале жизни этого ребенка ждали пять уколов, только задумайтесь, уважаемые радиослушатели, то сейчас другие процедуры, может быть, менее такие травматичные, менее так угрожающе звучащие, но, к сожалению, не менее дорогостоящие. А средств на эти процедуры в данный момент у семьи нет. Ася, какой мы сбор объявляем? В 115 тысяч рублей. В 115 тысяч рублей. Сумма достаточно серьезная для одной семьи, но для нашего большого Тухума, Тухума, телеканал ННТ и Тухума радио Ватан. Я очень надеюсь, иншаллах, что подъемные. Итак, сегодня мы объявляем сбор для семьи Магомедовых, да, Фатима, мальчиков фамилия? Магомедовы. Для Османа Магомедова 5 лет, ДЦП и задержка психоречивого развития. Иншаллах, ребенок с помощью конкретного фонда «Дэнсан» должен отправиться в ре-центр в Астрахани, в медицинскую клинику, у которой очень хорошие результаты по реабилитации детей с таким диагнозом. Цена вопроса 115 тысяч рублей. Как можно помочь? Вы знаете, вот лучше сделать, вот сейчас я произнесу эти цифры, давайте сделаем сразу, уважаемые радиослушатели, телезрители. Вот мне откладывая на завтра в долгий ящик, вот вы скажете, завтра у меня будет тысяча рублей, я помогу, у меня сегодня только 100. И 100 тоже решат проблему. Итак, можно положить деньги на счет, вернее, на телефонный номер 8 903 429 0303. Помните, как раньше скорая помощь? Запомнить легко 8 903 429 0303. Так же, как вы выполняете счет вашего телефона, так же на этот номер можете положить деньги. Благотворительный фонд «Дэнсан» обналичивает эти деньги и не дает, что тоже очень важно, эти деньги именно семье наличными. Эти деньги переводятся на счет этого ребенка открытой клиникой. Все деньги, которые вы Осману Магомедову перечислите, все пойдут в клинику на его лечение. Еще проще. Чтобы положить деньги на телефон, нужно как-то выйти из дома на этот терминал. Можете сейчас дома взять ваши телефоны, набрать СМС-ку на номер 3116 3116. Короткий простой номер 3116. Набирайте. В тексте СМС пишите слово «Вера» латинскими буквами. Четыре латинских букв. Как пишется, так как слышится, так и пишется «Вера». Дальше пробел. И ту сумму, которую вы готовы поджертвовать. От 100 и до 15 тысяч. Да, все те же ограничения. Минимум вы можете положить 100 рублей, максимум 15 тысяч. Вы отправляете СМС, в ответ вам приходит СМС, где вас просят подтвердить, что вы в здравом умеетверзовой памяти все это делаете, что это действительно вы добровольно все. Отправляете подтверждающий СМС, и деньги списываются со счета. Достаточно, еще раз скажу, 100 рублей. Хотите больше? Пожалуйста. Есть потолок 15 тысяч. Если готовы пожертвовать больше или боитесь 15 тысяч с телефона, что они не туда уйдут, вы можете приехать к Джума-мечети в Махачкале. Рядом с Джума-мечети находится главный офис Благодарительного фонда «Энсан». Находите отдел медицины Асея Борисову, отдаёте ей деньги, получаете взамен кучу документов, подтверждающих, что деньги были приняты. Ася все эти деньги кладёт на счёт этого ребёнка. Итак, Осман Магомедов. 5 лет до ЦП. Уже есть заметный прогресс. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. Ну что ж, а на этом наш эфир подошёл к концу. Большое всем спасибо.